Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют Святитель Филарет Московский Вопросов недетских скопилось очень много У Верочки и у Фомы Ответить непросто, заглянем по-соседски К знакомому доктору мы О тайном, о вечном, о личном и сердечном О жизни, о вере, о мире бесконечном Мы спросим опять и опять О ближнем, о давнем, о главном и неглавном За чаем с вареньем беседовать так славно И истину вместе искать И истину вместе искать Здравствуйте, дорогие Алтай, ты сегодня меня даже опередил Первым поздоровался Алтай – овчарка, мой верный друг А меня зовут Михаил Гаврилович В прошлом врач, сейчас пенсионер Иногда меня зовут в клинику Помочь на сложных операциях А так мы с Алтаем дома Но скучать некогда У нас тут и парк рядом, и храм Дома книги, а еще гости к нам приходят Замечательные Соседи наши, брат с сестрой, Вера и Фома Вместе пьем чай с вареньем и беседуем Чему-то они у меня учатся Чему-то я у ребят А, вот, кажется, и они Идут Друзья, рад вас видеть Проходите Дядечка Мишечка, здрасте Чай горячий Варенье, малины с ежевикой Рогалики с корицей свежей Теплые еще Ой, как я заскучилась Алтайка, дай лапу Здрасте Фома Фома, что такое? Ничего, просто все надоело Да что надоело? Все Ну ладно, не обращайте внимания Сейчас, дядя Миша, я расскажу Верно, я же просил Алтай, ты-то хоть отстань, а Я сейчас кухне И еще одно блюдце принесу Дядь Миш, выйдите на кухню Что такое? Тссс, у Фомы это Тоска Тоска? Угу, четвертый день Что-то в школе не ладится И дома с папой поссорился И Генка, ну, друг его Уехал на целых две недели Что ты говоришь? В общем, он решил, что все плохо Как из школы придет На кровать заваливается И лежит лицом к стенке Что вы там шепчетесь? Про меня, что ли? Дар напрасный Дар случайный Жизнь Зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной Ты на казнь осуждена? Откуда? Откуда вы знаете? Вер, ты, что ли, разболтала? Кто меня враждебной властью Из ничтожества возвал? Душу мне наполнил страстью Ум с сомнением взволновал Доктор, а чьи это стихи? Цели нет передо мною Сердце пусто Празден ум И томит меня тоскою Однозвучный жизни шум Здорово! Ничего не поняла Но настроение Да, похоже На что похоже? На тебя Это вы сочинили, дядя Миша? Ну что ты, Вера? Это же Пушкин Пушкин? Да ладно А откуда он про меня знал? А ты считаешь, что ты такой особенный? Что кроме тебя ни у кого тоски не было? Дядя Миша А вы можете по-простому сказать? Про что это стихотворение? Ну, Вера Поэту плохо Он не понимает, зачем живет Зачем вообще родился на свет Если вокруг столько страданий Страстей, сомнений Жизнь ему не в радость Вот-вот, точно То есть Пушкин это про себя написал? Про себя В это время у него тоже все не ладилось За ним следила полиция Стихи его не нравились друзьям и знакомым Девушка, которой Александр Сергеевич просил стать его женой Поэту отказала О-хо-хо Да Не просто Никогда бы не подумал, что у Пушкина тоже Да, Алтай Верно ты ошейник свой несешь Пора Куда пора? Только пришли же А варенье кто будет есть? Пушкин? Да ничего Подождет варенье А Пушкин в возможной реальности не подождет Так что вставайте Ну, я не знаю Зачем вообще это все? Ладно, встаем Беремся за поводок Закрываем глаза Какая комната Старинная Подсвечник на столе Чернилица с бумагами Ой, мамочки Пушкин входит Настоящий А за ним дама Ой, какая В розовом платье С такой прической Красота А кто она, дядя Миша? Это Елизавета Хитрово Знакомая поэта Письмо ему подает Смотрите, Пушкин развернул Ха, так хмыкнул Говорит, не ожидал, что на его грустные куплеты Ответит сам епископ Какой епископ? На какие куплеты? Это он так, наверное, свое стихотворение назвал Куплеты Погоди-ка, они письмо читают Не напрасно Не случайно Жизнь от Бога мне дана Не без воли Бога тайной И на казнь осуждена Сам я своенравной властью Зло из темных бездн возвал Сам наполнил душу страстью Ум сомнением взволновал Вспомнись мне, забвенной мною Просияй сквозь сумрак дум И созиждется тобою Сердце чисто Светил ум Ой, как у Пушкина лицо переменилось Прямо вытянулось от удивления Доктор, переводите Вроде по-русски стихи Опять сложно понять, про что Но я уловил только, что жизнь Дана не напрасно Да, и не случайно Жизнь дает нам Господь У Него о каждом человеке Свой замысел, своя цель Но мы сами от Господа отворачиваемся Погружаемся в сомнения, в страсти И тогда жизнь нам кажется бессмысленной Ага А если снова к Богу повернуться Ну, обратиться, то есть? Тогда и сердце, и ум просветлеют И жизнь вновь обретет смысл Так это же почти что пушкинское стихотворение Только как будто перевернутое Просто первое было тоскливое такое А второе светлое Ну что ж, теперь можно и чайку с вареньем Алтай, домой Так, давайте чашки Да вы погодите, Михаил Гаврил, с чашками Вы скажите, что за письмо, от кого И почему это стихотворение? Автор письма Святитель Филарет Московский Святитель? Епископ, значит? Митрополит Ну-ка, ну-ка А можно о нем поподробнее? Да Почему он Пушкину письма писал? Святитель любил его стихи Знал их А Елизавета Хитрово была духовной дочерью Митрополита Филарета Она и передала Филарету новое стихотворение Пушкина Которое Александр Сергеевич, кстати, и не думал публиковать Ясно Филарет, значит, прочитал и решил ответить Надо же А Пушкин ему, небось, обратно еще что-нибудь написал? Написал Но мы об этом позже поговорим Ладно Дядя Миша, а вы нам можете показать этого святителя? Ну, Филарета Ну, портрет или фотографию В интернете можно найти и портреты, и фотографии А у меня есть икона, житийная Кстати, вот, здесь и Александр Сергеевич есть Смотри, Фома, правда В одном из окошек вокруг образа Пушкин А мы ведь один раз уже с вами, доктор, житийную икону рассматривали Когда говорили про Серафима Саровского А, помню Это такая икона, где в центре нарисован святой А по краям картинки с разными случаями из его жизни Верно Между прочим, Филарет Московский знал Саровского старца Ого, они, выходят, жили в одно время? Батюшка Серафим и Филарет Да, и Филарет высоко ценил его К примеру, владыке очень понравилось одно высказывание святого Какое? О том, что надо не бронить за порог А только показывать его срам и последствия А что это значит? Ну, например, не говорить провинившемуся Ах ты врун, обманщик, гадкий человек А объяснить Смотри, твой грех, твоя ложь привела к такой-то беде От нее пострадали люди Ясно А уже человек сам поймет, что виноват И стыдно ему станет Верно Но вернемся к святителю Филарету Вернее, к Васе Дроздову А почему к Васе? А его, наверное, так в детстве звали, да? До монашества Правильно Родился он в древнем подмосковном городе Колома В семье Диахна Алтай, а ты чего сидишь? Надо же детство святого посмотреть А мы без тебя никуда Вот именно Ты в Коломну хочешь переместиться, Фома? Ну, а куда же? Закрываем глаза Ой, домик Скромный очень В комнату заходит мальчик и дедушка Священник, отец Никита и его внук Вася Дроздов Вот это да! Батюшка на гуслях играет Пальцы быстрые-быстрые Хоть и старенькие уже А он только церковные мелодии играл Нет, конечно, разную музыку А Вася так умеет? А вот дедушка ему гусли протягивает Ой, умеет, умеет Вот молодец А когда вырастет, Вася будет еще на гуслях играть? Да, уже даже митрополитом с удовольствием и на гуслях играл И в шахматы Тоже дедушкина наука Да, Алтай, движемся дальше А теперь куда? По времени на несколько лет А по расстоянию недалеко В Коломенскую семинарию В 9 лет Василия отдали туда Классы! О, зябка здесь А вон там урок идет А можно заглянуть? Мальчики в черной форме Ага, это Василий Выходит, урок отвечать Ой, он не по-русски Лекции в семинарии читались на латыни И уроки отвечали на ней же Но Василий был среди лучших учеников Языки ему хорошо давались А это уже другое место Какое-то знакомое Здание такое большое Раз Алтай нас к его крыльцу перенес Значит, ему внутренне нельзя Там что, церковь? Нет, вроде бы не похоже Мы в Сергиевом посаде Вы здесь бывали? А здание Троицкое лавское семинарии Алтай, мы скоро Василий повзрослел Семинарист Невысокий и щупленький такой Зато взгляд какой умный Очень много читал Отцу писал Папенька Хлеба сейчас трачу осьмушку в день Потому что все экономлю Зато купил себе канта Какого канта? Это философ такой, кант Василий книжку его купил вместо хлеба Молодец Ясно Василий в класс учится Входит А в классе какие-то взрослые сидят Учителя, что ли? Он, по-моему, вероэкзамен пришел сдавать Да, строгой комиссии Опять читает по-латыни Ой, нет Еще на каком-то языке заговорил Ого, и на третьем Ну и полиглот Сам ты пыли Пылиглот Не пылиглот, а полиглот Вер Это значит, ну, в общем, очень умный Поли Это много А глот язык Василий действительно в совершенстве изучил несколько языков Немецкий, французский А сейчас он на каком говорит Дядя Валера тоже несколько языков знает Но на таких никогда не разговаривал Сейчас по-древнееврейский А до того по-древнегречески Ничего себе А зачем ему древние языки учить? На них же никто уже не говорит Обсудим за чашкой чая После окончания семинарии Василий Дроздов сам стал преподавателем Сначала греческого и еврейского языков Потом поэзии В семинарии учили поэзии? Представь себе А еще будущий святитель Преподавал семинаристам красноречие и риторику Для Василия даже учредили специальную должность Какую? Лавского проповедника Постепенно Василий пришел к решению Выбрать путь монашества Принял постриг с именем Филарет Хотел всю жизнь прожить в Лавре Но... Куда-то из Лавры уехал, да? Его вызвали в Петербург Там искали хороших преподавателей в духовные школы Вскоре Филарет был назначен ректором Петербургской духовной академии Именно тогда, благодаря его стараниям Лекции в духовных школах Стали читать не по-латыни, а по-русски Это все интересно и здорово, но я не пойму Если Филарет родился в Коломне Потом учился, служил в Сергиевом посадебу В Питере И в Ярославле, и в Туле, и в Твери Ну, тем более А что же он тогда, Филарет Московский А не Коломенский или не Санкт-Петербургский? Нет, подожди, Фома Сначала мой вопрос Все-таки, зачем ему было нужно изучать всякие древние языки? Ну, какая настырная, а? Ну, мне интересно, правда Вера, ну, мы уже к этому как раз и подошли Да, да будет вам известно Труды Филарета Московского Сегодня есть во многих домах У вашей бабушки, я уверен, тоже есть У бабы Любы? Откуда вы знаете? Вы же у нее не были дома Ну, по вашим рассказам, я догадываюсь, что она человек верующий А значит, Библия у нее дома наверняка есть Да, я видела Ну и что, не будете же вы говорить, что Филарет Библию написал? Ну нет, не буду Но вот вы вспомнили об Иане Златоусте? А какое у Златоуста было главное занятие? Проповедовать А научное? Ну, он это, объяснял Библию, толковал, чтобы она была понятней людям Вот Филарет Московский тоже занимался толкованием книг священного писания А еще переводил их на русский язык Нет, доктор, это вы что-то напутали Нам даже в школе рассказывали, что Библию для нас перевели Кирилл и Мефодий Да, на славянский язык, с греческого А славянский что, не русский? Ну, вот сравни, Вер Отвеща им Иоанн Глаголя А скрещаю водою Посреди же вас стоит Его же вы невесте А теперь вот так Иоанн сказал им в ответ Я крещу в воде Но стоит среди вас некто, которого вы не знаете Это что? Одно и то же, только по-разному? Ага, наверное, по-церковно-славянски и по-русски Интересно А еще? Вы глашаете мя учителя и господа И добре глаголите есмьбо И перевод Вы называете меня учителем и господом И правильно говорите Ибо я точно то Отличается Заметно Сначала я мало что поняла А перевод все понятно Ну вот, людям церковным И тем более священнослужителям Церковно-славянский язык Библии во времена Филарета Был привычен и понятен Да и сейчас его используют А зачем тогда было переводить? А затем Что Ломоносов, например, читал Библию на немецком языке А тот же Пушкин на французском А почему? На церковно-славянском Обычным светским людям Было тяжеловато воспринимать слова священного писания Да, я помню Нам рассказывали, что во времена Пушкина Там даже некоторые, ну, из этого высшего света И по-русски-то говорить не умели Только по-французски Святитель был глубоко убежден в том Что перевод священного писания Освещает тот язык, на котором он делается Перевод нужен для утоления Гладослышания Слова Божия Глада? Это голода, значит? Я догадалась Люди очень-очень хотели И слышать Слово Бога И понимать его Правильно А про мой вопрос не забыли? Да не забыл, Вера Чтобы переводить Библию Филарету нужно было обращаться к первоисточникам К древним записям Стойте, стойте Ага Вот для чего были нужны старинные языки Ура Значит, Филарет сам всю Библию перевел Не всю Он лично перевел Евангелие от Иоанна А для других Евангелий нашел переводчиков Было создано целое российское библейское общество К 1819 году перевели и напечатали 4 Евангелия И труды по переводу, правда с перерывами, продолжались еще много лет Ну что, Вер, на твой вопрос Михаил Гаврилович ответил? Теперь пойди поставь чайник А то этот остыл уже, а мы тут поговорим, у нас мужской разговор А чего это ты раскомандовался? Что, тоска твоя прошла уже? Знаешь, ты не обижайся В общем, я забыл сказать, пожалуйста, но ты все равно иди То-то же Пойдем, Алтайка Показенничаем там, пока они тут Все, доктор, можете рассказывать Про то, почему Филарет московский Да? Точно могу? Ой, что-то я... Пожалуйста Ой, Фома В 1821 году Филарета, уже архиепископа, перевели в Москву И служил он там больше 50 лет Ничего себе! Вся Москва владыку встречала, когда он прибыл из Питера в Первопрестольную А вот и мы! Я иван чай заварила Ничего? Только ему нужно настояться Хорошо, Вера, молодец! А вы тут про что рассказывали? Про то, что Филарет 50 лет в Москве служил Ого! 50! И как он служил? Наверное, много всякого с ним приключилось в Москве? Какую-нибудь историю хотелось бы Правильно, Алтай Не послушать, а посмотреть Ну хорошо, пока чай настаивается, посмотрим Каким пастырем был Филарет московский Алтай Давай-ка в Москву в середину 19 века нас перенеси Этот дом чей? Владыки Филарета Мы в гостиной Алтай, ну не нужно что вы трогаете Сейчас утро Кто там, Алтайка? В комнату входит какой-то священник? Монах? Смущенный такой? Деревенский диакон Угу, загорелый, усталый Даже печальный Мнет в руках котомку свою А вот это кто из другой двери вышел? Филарет? Только он без этого, без облачения Ага, в потертом халатике Увидел раннего гостя, удивился Что ты за человек? Да заблудился, батюшка Никого не найду А хочу я броситься в ноги приосвященному Добрые люди надоумили Пойди пораньше, да и попроси Ха, он и не понимает, что Филарет-то перед ним стоит Ну а что за дело-то у тебя? Беда Диакон я имею семью большую в селе нашем Но теперь хотят определить другого на мое место А меня угнать аж за пятнадцать верст Ой, сейчас заплачет, вообще уже плачет Куда же я со всем хозяйством-то тронусь? Пятеро деток, жена, теща, да сестра в доме с мальцом С чего бы? Вины за мной батюшка никакой нет Филарет его за стол усаживает, водички наливает Да кого ж ты просил? Да в ноги Это он что, за деньгами сразу потянулся? Думает, Филарет у него будет денег требовать? Диакон рассказывает, что к помощникам святителя обращался Пришлось дать писарю двадцать пять рублей Другому чиновнику еще двадцать пять Диакону местному семьдесят пять О-о-о, ободрали как липку, бабушка так говорит Ну, эти, взяточники Угу, и не помогли ничем Вот бедный Но сейчас Филарет ему поможет Тебе говорят, надо экзамен держать Проверять, что знаешь Это правда, я экзаменатор А почему это Филарет с ним так строго? Диакон перепугался, на колени перед святителем упал Плачет, что не помнит ничего И денег только на дорогу осталось Последнюю десятку Филарету протягивает Неужели возьмет? Да нет, он же метропол... О-о-о, взял! Как же! А я уже поверил, что он не такой, как все Ну вот, а еще святой Приходи завтра к девяти в эту комнату Дело твое будет решено Алтай, надо посмотреть, что там завтра Нет, Алтай, давай домой Не хочу я на это смотреть Но решит он дело теперь, понятно За десять рублей Что-то дешево взял, правда Ой, Фома, Фома, ну не спеши ты судить людей Алтай, на день вперед переносимся Вот он, это Диакон В гостиную его пропускают А там... А там Филарет Да какой! Ничего себе! Лента, ордена, препараде Диакон бедный ему опять в ноги бухнулся Виноват, святой владыка Да встань, дело твое, мы покончим быстро И в колокольчик звонит О, а это кто? В комнату заходит Это те самые, о которых Диакон рассказывал Писари, чиновники Глядите, Филарет им кланяется Каюсь перед всеми вами, братья Что вчера взял от этого Диакона десять рублей По слову священного писателя Если кого чем обидим, воздам четверицу А вместо десяти даю ему сорок рублей О, вот это номер! Дает деньги Диакону, смотрите Сорок рублей, правда А тут и понять ничего не может О, совсем растерялся Стоит, глазами моргает А Филарет к этим теперь повернулся К писарям Ты взял двадцать пять рублей Дай ему сейчас сто То же и ты сделай А ты духовное лицо Вместо семидесяти пяти Дай ему триста Бедный этот Диакон Деньги прижал к груди Губы трясутся Опять сейчас заплачет И на Филарета смотрит Как на ангела Ступай, отец, домой Оставайся на своем месте Будет нужда какая Обращайся прямо ко мне А с вами вечером разберусь О, отличная история Ага, мне тоже понравилось Что все по-честному Филарет решил Молтай, подожди домой Доктор, а можно сразу еще Что-нибудь такое же? Да, про Филарета А если бы еще и с чудом? С чудом? Ну что ж, можно Сделаем Алтай Вот я так и думал Что перенесемся К какому-нибудь храму Святитель как раз Заканчивает служить литургию Алтай нас здесь подождет А мы войдем тихонько Отслужил, к выходу идет О, народу сколько толпится Вокруг него И через толпу Мама с дочкой Проталкиваются к Филарету Девочка немножко постарше меня О, Филарет их заметил Как тебя зовут? Спрашивает он девочку А мать за нее Владыка, она глухая Она и не слышит И ответить не может Она немая Тебя она не слышит А меня слышит Как твое имя? Мария Вы слышали? Она сказала Мария Сама И ничего выходит не глухая И не немая тем более Прочти молитву Господню Отче наш Читает Читает Умница какая А мама-то ее Аж покачнулась Ее за руки поддерживают А Филарет девочку Погладил по голове Ну все в порядке Будешь говорить Ура! Исцелил, исцелил Вот это да Таких случаев У святителя было немало Скольких детей Скольких людей Он исцелил Свою молитву И от горячки И от чахотки И от ревматизма И парализованных Он на ноги ставил Случаев записано Десятки Еще Давайте еще Какой-нибудь случай Посмотрим Пожалуйста Да, Михаил Гаврилович Я бы тоже хотел Хорошо Попросим Алтая Еще в одно место Нас доставить Но потом домой К рогалькам с корицей Комната в каком-то доме Тут больной лежит А что у него? Рука Прямо черная вся Это дом московского купца У него сильное воспаление в руке Врачи приняли решение Ампутировать ее Ампу Отрезать что ли? Ох Тут его жена Наверное у кровати А в комнату Какая-то старушка Заглядывает Вошла По-моему Ей здесь не очень рады Она ухмыляется Так злорадная Что-то шепчет Почему же вы Не обратитесь К вашему митрополиту Ведь вы Почитаете его За святого А жена купца Так удивленно На нее взглянула И задумалась Быстро поднялась И засобиралась А куда она? Незваная гостя Сама того не подозревая Подсказала женщине Что делать И да действительно Отправилась К святителю Это она уже К филарету пришла Позовите ко мне Вашего приходского священника Вот что, голубчик Причасти больного И сорок дней Поминай его О здравии За литургией Опять мы у этого Купца в комнате У его кровати Два доктора И сестры милосердия Приехали делать операцию А чего они Такие удивленные Руку рассматривают И плечами пожимают Фома А рука-то смотри Рука-то белая Точно Здоровая Врачи говорят Что в состоянии больного Произошла Решительная перемена К лучшему Нужда в операции Отпала А сам купец Рассказывает Я вчера Причастился А в эту ночь Во сне Видел митрополита Он меня Благословил Ой, как здорово Да Ну давай, Алтай Теперь можно и домой Варенье Рогаликов Чаю И Алтаю Надо чего-то дать Он проголодался Уже пока Нас туда-сюда перемещал Сейчас, дядя Миша Я вам помогу Да Подавай чашки Вот так Какие классные истории Вообще Мне понравилось Что Филарет Этих взяточников Проучил О, это он умел Начальников Чиновников Мог мягко Деликатно Но так при этом Остроумно поставить на место Что у них сразу Всякая охота пропадала И взятки брать И людей унижать А как, например? Да Мы пока чай пьем Вы что-нибудь такое Вспомните, может быть? Алтай Тебе тоже эта история нравится? Ну да Там же про собаку Чуть-чуть есть Ну хорошо Сейчас расскажу Ходила по Москве Одна шуточная гравюра Кто ходил? Ну это как рисунок, Вер Только он черно-белый Напечатанный Его из рук в руки Что ли передавали? Да На гравюре Изображен был Хиленький старичок В колпачке А перед ним На задних лапах Пудель Держащий в зубах хлыст Старец говорил собаке Служи Но на мой двор Не смей лаять А то я заставлю тебя Визжать На восьмой глаз Че такое глаз? И почему на восьмой? Глаз Это особый напев В церковном пении Их всего восемь Как-нибудь вам подробнее Об этом расскажу А при чем тут Филарет? А при том, что эту гравюру Нарисовали после одного случая Один генерал Принес владыке Филарету письмо Которое сам же Выслал ему месяц назад А Филарет Переслал его начальству Генерал-губернатору А про что письмо? Ну жало бы Был этот генерал Месяц назад в одном храме И очень ему не понравилось Как там поют Совсем Говорит Не православное было пение Так я об этом вам доложил А вы никаких мер не приняли А Филарет? А он у генерала спрашивает А вы знаете православное пение? Ну как же, владыка Ну запойте-ка мне На восьмой глаз Господи, возвах к тебе И что генерал? Растерялся То есть Ваше высокопреосвященство Это чтобы я запел Да я петь не умею Не умеете? Да вы, может, еще и глазов не знаете? Не знаю А тоже мнение свое Православие даете Вот именно Дядя Миша А вы на восьмой глаз Сможете спеть? Я? Нет, сейчас не смогу Но я свое место знаю А вот граф Протасов Не очень представлял А это кто такой? Его назначили Оберпрокурором Синода в Москве Ну, проще говоря Таким проверяющим Для митрополита И других священнослужителей Протасов Очень любил Всеми командовать И чувствовать себя начальством Ну, с владыкой Филаретом Это, наверное, не пройдет Как-то раз Протасов Явился в Синод И уселся в кресло архиереи А-а-а Место Филарета занял? Вот именно Митрополит вежливо спросил его Давно ли вы, ваше сельство Получили хиротонию? Что получили? Вот и Протасов не понял Владека пояснил Давно ли вы посвящены В священный сан? Ведь за столом Могли сидеть только члены Синода А Протасову куда тогда надо было? Филарет указал ему На стоявшей сторонке Оберпрокурорский стол Да, прям как у бабушки в поговорке Всяк сверчок знает свой шесток Дядя Миша, а я ваше место за столом Никогда не занимаю Да, пожалуйста Хоть сейчас поменяемся Нет, лучше мы с Верой поменяемся Давай, я к Алтайке поближе А я к Рогаликам Доктор, а вот они все Ну, кого Филарет ставил на место Наверное, на него обижались? Да нет, что ты Его любили и уважали За мудрость и опыт К нему и сенаторы, и министры И великие князья обращались за советом Ну, и обычные люди А царь? И он тоже Мало того, владыка и царя Мог в нужный момент на место поставить Царя? Ого, а как? Ну, вот такая история ходила о Филарете Император как-то спросил его Нельзя ли сократить уж очень утомительную И длинную церковную службу? Владыка ответил Можно, если сократить молитву о здравии В честь царствующей фамилии Ловко Хотите меньше на службе стоять? Пожалуйста Не будем за вас молиться Быстрее закончим А еще к Филарету обращался Пушкин Мы видели И Пушкин, и Гоголь, и Жуковский, и Тючев Иностранные послы, которые приезжали из Питера в Москву Шли к святителю представиться Хотя это было необязательным для них Значит, самые знатные и богатые приходили Ну и простые тоже Здоровые и больные, бедные и богатые Приходили к владыке с радостями и горестями И такие обращения порой меняли судьбы людей Надо посмотреть, как судьбы меняли Да, это правильная мысль Самое время посмотреть на прекрасную даму Алтай Встали Беремся за поводок Закрываем глаза Вот она И правда прекрасная Но такая несчастная В черном платье Черным веером Лицо такое красивое Глаза большие Но она очень бледная И взгляд совсем потухший А что с ней, доктор? Кто она и зачем к владыке пришла? Она приходит к Филарету уже не в первый раз Это Маргарита Тучкова Вдова генерала Александра Тучкова Вдова? У нее, значит, муж умер Погиб В Бородинском сражении Супруга сопровождала его во время военных походов Они очень любили друг друга Мы про Бородинскую битву в школе проходили Это когда наши войска и Наполеоновские Сошлись в решающей схватке Там было много героев И Тучков, значит, тоже был герой? Да Она поэтому такая грустная Что муж умер А детки у нее есть? Был сын Николенька Преданный, любящий Единственная радость Маргариты Михайловны Они вместе жили в домике На месте Бородинской битвы Отца, наверное, вспоминали А где теперь Николенька? К сожалению, он заболел И скоропостижно скончался После того, как врачи заверили Что болезнь его не опасна Ой, и сыночек тоже Несчастная мама Ее Филарет за руку держит С таким сочувствием смотрит на нее Вдова ни в чем не находила опоры Металась между Москвой и Бородино Непрестанно молилась Но не получала облегчения Но чем же он ей может помочь? Филарет рассказывает Тучковой Что только что проводил пожилую женщину С тремя подростками Тоже Бородинская вдова И ее сироты Три сына Восклицает Маргарита Михайловна А у меня все отнято За что? А Филарет руку ее выпустил И отвернулся Вероятно Она более заслужила Своей упокорностью Милостью Женщина встала Поклонилась А лицо в платок уткнула Плачет, наверное Уходит А что он ей сказал? Как будто что-то обидное Она ушла А Филарет места себе не находит Ходит из угла в угол Вот за стол присел Начал что-то писать Зачеркнул Вот на что-то решился Начал собираться И куда-то пошел Давайте за ним На пороге дома В колокольчик звонит А лакей головой качает Барыня не принимает Говорит Владыка убеждал Я по очень важному делу Пригласи голубчик барыню Вот она Выходит в комнату Заплаканная все Глаза даже не поднимает Что вам угодно Ваше высокопреосвященство Я оскорбил вас Жестоким словом Маргарита Михайловна И приехал просить у вас прощения У нее взгляд прямо посветлел Подошла к Филарету А он опять ее руку взял Алтай Возвращаемся домой Надо же какой Сам пришел и признал Что неправ А что с ней стало С Маргаритой Михайловной Она стала духовной дочерью архиерея Владыке удалось вернуть ее к жизни Восстановить мир в ее душе Позже Маргарита Тучкова Приняла постриг с именем Мария И возглавила общину сестер Спаса Бородинского монастыря Это тоже в Бородино, да? Я видел на картинке Что там есть монастырь По примеру своего духовного отца Игуменья Мария Сама прощала многих И не боялась признаваться В своей неправоте Например Например, она пришла Однажды к Филарету И святитель спросил Довольна ли она Своими сестрами Слава Богу, Владыка Такие они у меня славные Такие добрые Да в том беда, что я-то такая грешная А Филарет? Улыбнулся Перекрестился Благодарю Господа Наконец-то в моей епархии Нашлась грешная игуменья А то с кем не поговори Все святые Готовность попросить прощения, ребята Это признак не слабости А зрелости Вот так, Вер, запомнила? И ты тоже запомни, братик Ну ладно Доктор А вот вы сказали, что Филарет Был митрополитом целых 50 лет Правильно А какие у него, ну, самые главные дела были Кроме того, что он Библию переводил О, Владыка был человеком Государственного значения Императора Николая Первого в Москве короновал А еще, Фома, вы еще по истории не проходили, что случилось в Российской империи в 1861 году? В 1861-м? А, вспомнил! Отменили крепостное право Как раз за 100 лет до того, как Гагарин полетел Я поэтому запомнил Ну, верно Сделал это император Александр Второй А манифест об этом То есть официальное заявление о том, что крестьяне освобождаются от крепостной зависимости Написал Владыка Филарет А это что? Сложно было? Очень ответственно Но Владыка справился Ну да, он ведь был умный Вон сколько языков знал вообще Да, и вообще В те времена, в середине 19 века В высшем свете было такое брожение умов Аристократы любили порассуждать о том, что наши русские священники умом не блещут То ли дело западное А что западное? Ну, они идеи и образованнее С ними и светский разговор можно завести Обсудить разные высокие и тонкие материи В общем, с ними уже гораздо интереснее, чем с нашими батюшками-простаками Ничего себе простаками! А Филарет! Вот! Как раз пример московского митрополита стал таким ответом Тем, кто привык свысока смотреть на русских священнослужителей Хотя некоторые иногда пытались проверить владыку на прочность А как? Ну, например, как-то во время пасхальных праздников Пришли к владыке великосветские дамы И одна из них спросила митрополита Почему спаситель после своего воскресения Явился сперва женым мироносецом? А он что ответил? Потому что женский пол очень любит поговорить А надо было, чтобы это событие стало известно всем как можно скорее Эти дамы, потому что, наверное, были болтушками А Филарет им так тонко на это намекнул класс А еще владыка прославился своей прозорливостью И этому тоже некоторые не верили И испытывали митрополита Ну, это точно надо посмотреть Алтай покажешь? Тогда встаем Закрываем глаза Богатый дом опять И мужчина с женщиной разговаривают Спорят Брат с сестрой по-разному отзываются о митрополите Филарете Сестра очень его почитает А брат не уважает Чего-то он слуге приказывает О, ему одежду несут Ой, совсем какие-то лохмотья Угу Еще и дырку сам проковырял на рукаве И из камина с сажей намазал А зачем? Филарет запрягать Отправляется в троицкое подворье к митрополиту Алтай, за ним Вот этот брат, ну, тот самый мужчина Дворянин в лохмотьях Такое лицо еще сделал Ха-ха, страдающее А к нему выходит Филарет Молодыха, благословите Семью нашу постигло несчастье Сгорело все наше поместье Мы теперь в крайней бедности Ну, врет же А Филарет ничего не сказал Из комнаты вышел А нет, возвращается Пакет какой-то дает ему Погорельцу Вот вам на погоревшее имение Да что ж Неужели поверил? А дворянин этот Кланяется так быстро И скорее домой Довольный Какая-то странная история, доктор А она, Фома, еще не закончена Дома он, конечно, с восторгом Рассказал сестре Как обхитрил святителя А на следующий день О, опять мы у этих брата и сестры Слуга письмо несет на подносе Срочное какое-то Этот господин разворачивает Читает А, кричит Скачил за голову, схватился А что там, доктор? В письме известие Что в тот же самый час и день В который он был у владыки В поместье брата Сгорела часть его имения И именно на ту сумму Которую этот дворянин Получил от Филарета Ой, мамочки Вот это да Алтай, возвращаемся Конечно, этот господин После известия Немедленно поехал к владыке Обо всем ему рассказал И слезно просил прощения За свой обман То-то же Ну, давайте чай пить С пушкинским вареньем Почему с пушкинским? А потому что оно у меня теперь С пушкиным связано Малиново-ежевичное Я его в первый раз попробовала Когда дядя Миша стихи читал Да, кстати, напомнила А как у них там все-таки история закончилась? Ну, с перепиской В часы забав иль праздной скуки Силоты духовной Душа Полима Что тебя? Ну, тоже поддержал Я вот слушал, смотрел, как святой всем помогал Утешал Или кого-то на место ставил А еще прощал, исцелял Сам просил прощения И ведь никогда при этом ни на что не жаловался Хотя телом был слаб И крепким здоровьем никогда не отличался Вот, и я подумал Чего я, правда, из-за ерунды какой-то У людей вон чего, а они ничего Вот и правильно Нам пора уже, дядя Миша Спасибо вам Да, спасибо Мне было очень интересно И вам спасибо, ребята Приходите Мы всегда с Алтаем рады вам Храни вас Бог В гостях засиделись Конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома Порою вопросы важнее, чем ответы Пусть жизнь нам ответит сама О дальнем, о вечном О личном и сердечном О жизни, о вере О мире бесконечном Мы будем беседовать вновь С Алтаем слетаем Мы дальше, глубже, выше И снова услышим Рассказы дяди Миши А ты нам вопросы готовь А ты нам вопросы готовь Этот и другие выпуски Энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» Вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова